Новые футбольные поля появятся на пересечении улиц Ленина и Гоголя. Сейчас эта площадка используется для хранения так называемых брошенных машин. Проектирование спортобъектов уже началось. К 30 декабря документация должна быть готова. Строительные работы предполагается завершить к июлю 2017 года. Тренировочные поля будут отвечать международным стандартам. Покрытие будет натуральным, травяным. Рядом возведут вспомогательные сооружения, в том числе здание медиа-центра. Мэр Сочи потребовал в кратчайшие сроки освободить площадку от автохлама, чтобы строители могли начать подготовительные работы. Еще одна тема совещания носила упреждающий характер. На город надвигается циклон и в ближайшие 12 часов может обрушиться сильный ливень. Для глав районов требование прочистить ливневку, естественно, что провести КЧС, определить взаимодействие с пожарными, полицией. И, естественно, со среды установить мониторинг на всех наших участках. Всем они известны. От режима ЧС перешли к главному событию осени – дню рождения города. Отмечать его будут 21 ноября. Сегодня в мэрии официально представили программу торжеств. Мероприятия начнутся в 9 утра в соборе Архангела Михаила с торжественного богослужения и крестного хода. В 11 часов на площади возле мэрии пройдет галоконцерт «Мой Сочи, мы тебе поем». Здесь же развернется выставка мастеров искусств. В полдень всех жителей и гостей курорта будут ждать на Южном Аллу. Это станет основной площадкой торжеств. В программе концерт, выставка, ярмарка, фестиваль национальных культур. Завершится день города праздничным фейерверком в 10 часов вечера. В преддверии дня рождения Сочи глава призвал всех горожан навести порядок на улицах и во дворах. Полиции было поручено навести порядок с парковкой на обочинах и опять же во дворах. Как показали последние ЧП, в частности, пожар на улице Красной, неправильно припаркованные машины мешают проезду спецтехники. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Продолжение следует. Продолжение следует...